Поверить только по срезам некоторых сугробов, как по спилам деревьев, можно посмотреть сколько снегопадов было в эту зиму, потому что не убирали ни разу. И вот смотрите, я на уникальном тротуаре. Высота сугроба в мой рост. То есть можно вот так рукой дотянуться? Конечно, должна она быть намного выше. А вот так выглядит эта арка летом. Теперь Светлана шутит, еще несколько снегопадов и придется проходить с поклоном. От работы до дома ей идти только через один тротуар. И именно его не убирали ни разу за всю зиму. Наоборот, на него в течение зимы сдвигались снег с дороги. После каждого снегопада, снегопадов в этом году было, мы знаем, очень много, начинается увлекательная игра, называется «Протопчи себе дорогу». Да, и правила ее замечательные и просты. Если ты прошел по натоптанной дорожке, то тебе повезло. Если сделал шаг влево, шаг вправо, ну все, по колено ты окажешься в снегу. Поэтому движение по встречной создает большие проблемы и повышенный риск ДПП – дорожно-пешеходного происшествия. Если без шуток в центре города, такая ситуация – не редкость. И козьи тропки у нас на тротуарах в городе Барнауле, на главном центральном проспекте города. Как чистят тротуары? Отвратительно. Очень отвратительно. Вот знаете, жила я на Докучайке, мы только что сюда переехали. Там намного лучше тротуары чистятся. Вот это самое главное – молодежка. Тротуар не чищен. Ходишь вот по тропинке, а между домами даже и говорить не о чем. По ГОСТу такие тротуары должны убирать от уплотненного снега за сутки. А снежные валы, которые лежат вдоль дорог, должны вывозиться в течение 9 суток с момента складирования. Это в идеале. А в Барнауле проблема всегда одна. Если говорить про расчет по действующим нормативам, по обобщенным, то у нас техники примерно в два раза меньше. Но еще следует помнить о том, что у нас износ техники больше 80%. Он у нас составляет 88,7%. То есть у нас нет такого, что раз все 251 единицы вышло на улицу и работают у нас. Ну и, конечно, самое главное, что у нас не каждая техника оснащена отдельным водителем либо машинистом. Да и тех, кто работает руками нехватка, после сегодняшнего снегопада на улицу от Автодорстроя вышло 140 человек с лопатами. В городе живет почти 700 тысяч. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.